Вьетнам Короче, вот, летим мы сегодня в Джинькапур Это последний город нашей командировки Кто не знает, я и Джона Джинджероманов Мы снимаемся в программе Про путешествия, называется она Travel Battle Будет выходить в пятницу с 5 декабря В 19.00 Так что путешественница Настюшка Опасность вернулась Ура! Я хочу вас пригласить В свой день и просто показать всю рутину Потому что многие спрашивают Ну покажи рутину, ну вот что, ну как вот происходит Твой день, вот что ты делаешь Что ты там в чемодане лежишь Ну вот, я думаю, что ну ладно Что ж, надо собрать сейчас У нас вылет через полтора часа У меня на самом деле не так много вещей разбросано Но вот эту всю утварь Нужно собрать в чемодан Прежде чем я это сделаю Я хочу выпить протеина Вот, вот так Протеин я пью с водой, потому что молока здесь нет Покупать в падлу Что же, пока наш протеин настаивается У меня еще патчики, да Какую-то умывальную, рутинную Покажу чуть позже Я предлагаю собрать чемодан И все это шматье Let's go, let's go Я даже не поднялся Вот такой вот огромный пакет Всякого всего, понимаете Рома Спасибо Рома в прошлом городе Подарил мне еще такую шубу из адидаса Пиздец Блин, он, конечно, очень милый и добрый Но она весит сто пятьсот миллионов килограмм Ром, спасибо Ладно, с нее мы начнем Все, блядь, она занимает весь чемодан Хотите увидеть, сколько масок я купила? Миллион Это еще не все Можно банчить Я заебалась Я набрала херовую тучу книг Которые, кстати, я читаю Только зачем это так много? Я почему-то очень в себя поверила Я прочитала Джессиевского Белые ночи и ниточка незваного Top of the top Сейчас читаю преступление и наказание Потому что пришло время Она читала Пелевинский Блядь, ребята, пожалуйста Кто-нибудь Это все И еще одна Курточка, да? Тут же холодно Пиздец Целых тридцать два градуса Видали? Это я без спорта Просто протеин Я шучу, ребят Я даже на грудь себе маски взяла, ребята И на соски Один чемоданчик Один аксессор, нет Второй Доброе утро Доброе утро Что ты делаешь сегодня? Доброе утро Она меня страшила Я не страшила Ты должна просто сказать Мы свиньи, мы жрем Мы свиньи, мы жрем Он обычно всегда говорит Когда мы идем хавать А, или покупаем что-то в магазине Я говорю Сорри, мы просто свиньи Мы просто жирные Я ему говорю Не говори У меня вес стоит Я уже четвертый день ничего не ем Ты уверен? Я уверен? Я уверен У меня У меня У меня минус два с половиной килограмма А у меня нет Потому что, блин, я как весил семьдесят восемь двести, так и вешу уже четвертый день Что-то не так значит Мой, ты много воды пьешь Много воды это тоже нет Пиздец Пить воду, блядь Плохо, нахуй Не пить воду тоже плохо Да А ты после четырех ешь? Нет Я после двух не ем Блядь Это странно Ты поела? Нет Ура, но я не хочу Ясен? Да, блядь Ты стресс Гонишь в организме стресс Надо есть Не буду После четырех? И что ты будешь сегодня есть? Я не знаю В Сингапуре что-нибудь поел? Ты знаешь Угу У меня вес стоит, четвертый день, блядь Склейка Ребята, ребята, ребята Мы придумали свою планету Свой город И планету Она называется Джебург А язык там, Джуританский Вот Поэтому, если хотите быть в джеме Джичинайте, говорим о Джуританском И гоу Мы принимаем, собственно, жителей, да? Да У нас город состоит из двух человек Пока что Из президента и президентки Так что, ребята, если хотите попасть в наш город Пишите в комментариях Мы рассматриваем ваши джанкеты Но сначала джиу-чи-чи-джик Мы джаваемся Джа-джака Вот такие вот вьетнамские настроения Блядь Мы сидим, пердим на лестничке Ждем джащину Цепляем Цистит Да И радуемся, что мы скоро свалим отсюда Вьетнам супер, но нам не нравится Нам Не нравится А мы были Недовольны Я не знаю, почему ты считаешь, что Вьетнам супер Мне вообще он не супер Мне не супер Ты говоришь, в Вьетнам супер, но мне не нравится Ну это типа, чтобы не обидеть вьетнамцов У тебя так темно, потому что у тебя не солнечная сторона. Давай я тебе помогу. Вперед, давай я тебе помогу. Вперед, Рома, ты сможешь. Рома, зарядку не забудь. А я взяла зарядку. А вы взяли зарядку. А ну-ка, взяли. А вы проверьте, если у вас нет зарядки, обязательно возьмите, коллеги. Вот такого Трумера Джомича Джераманова, то же самое, что и у меня. Ну, кстати, в отличие от меня, у тебя хотя бы чистые стекла. Да, и утром видела бы ты в каком-нибудь состоянии. Ты их мыл? Ахуй, конечно. Подрабатываю клинером. Let's go! Let's go! А вы не хотите двинуться в Джерпорт? Пойдем. Очень хочется съебатор. Они меня чуть не убили. Ой, такой миленький чемоданчик. Джерман, спасибо тебе большое. Ты уверен? Давай я маленький повезу. Я бы хотела тебе помочь хоть чем-то. Сука, я думала, он скажет, мне нормально, я довезу. Вот мужики нынче, да? Пошли, ребят. Ой, я решила реабилитироваться в этом видео. Такие вот, значит, листья нори. Вау, очень миленький. Конечно, о, мой Бог. Хайп? Нет. Нет? Хочешь попробовать? Нет. Ты уверена? Ну, судя по твоей реакции, как будто бы надгёрт. Нет, не надо, посмотрите на его лицо. Попробуй. Один кусок. One bite. Они, кстати, жесткие. Да. Блин, я сейчас сгорю заживо. Остро? Как будто над с вами спунула. Так и есть. Мы решили пока ждём джемалет поснимать джиг-джоги. Вот это наши джиг-джоги. Джиг-джоги. Джиг-джома. Мне кажется, что на свет вот сюда будет прикольнее, да? Он не хотел крутить бёдрами. Вот сюда сразу? Да, всё с правой стороны тогда. Хорошо, прости. Ура! Ура! Стоп! Снято! Аплодисменты! Аплодисменты, коллеги! Нам в очко. О, посмотрите, как тут мило украшен самолёт. Прикольно. Здорово, что они повесили, да? Эти веночки красивые. И он весь так украшен, ребята. Очень круто. Джинга Белс. Смотрите, какая прелесть! С Новым годом, друзья, с наступающим. Скажите, вы уже поставили ёлку? Напишите в джеминджерри. А ты поставил ёлку? Нет. Хотя мы с тобой уебашили. Это правда. Блядь, я телефон я не взяла из сумки. Я ни к чему непригодный человек. I'm sorry. Бля, прости. Мне жаль. Но я девушка, я могу тупить. Извините. Он был лучшим моим. Лучшим другом. Да. Прямо такая. Короче, ребята, мы прямо сейчас увидели молнию. Но я увидела, а Рома не увидела, которое из облака. Прямо в землю. Прямо в землю? Да. Смотрите, видите, там сук. Главное, чтобы наш саполет не подлала. Да хватит. Уже пробок гробозащитный. Да? Ну, конечно. У всех саполетов защита от гроба. От полной. Как они летают тогда? Ну, с Божьей помощи. Кто не участвует в моем челлендже? Ну что, друзья, не прошло и... Будьте здоровы. Не прошло и пять лет, как я снова вернулась в Сингапур. Интересно, как изменилась страна за это время? Вот, воспоминания, в принципе, приятные. Хотя я помню их урывками. Надо пересмотреть программу. Надеюсь, мы снимем не хуже. Очень. Ну, на самом деле, вымотал. Хоть полеты маленькие, но так подзайебываешься все равно. Очень хочется кофе. Да и все. И поехать в таком центре, да? Да. Делать джеклубки. И точка. Блин, ребята, я в шоке с аэропорта. Я его вообще не помню. Посмотрите, какой красивый. Тут прямо деревья растут. Просто amazing. Тут нужно снять подводку. Это правда. Реально очень красиво. Какие-то вообще невероятные скульптуры. Просто фантастические. Блин, я обожаю природу. Когда все зеленое, это прямо моя любовь. Посмотрите, вау. Все, мы идем проходить границу. И пить кофе, наконец. Ребятушки, дорогие мои, хорошие. Посмотрите, какой ливень. Я не знаю. Хоть на секундочку. Выбегаем, не выбегаем. Хочу срать. Так, Настя, сразу смотри, что у нас здесь есть. Значит, суши. Короко кристалл. Пять степс. Кинбергенен. Визуальный момент Вообще у нас, смотри, японская, китайская какая-то кухонька Где мы можем поджрять Там вон пивасик А, мы же не пьем алкоголь Да мы не пьем Смотри Ну ты видишь, какая кафешка уютная Мне она нравится I like this Как жаль, что мы сейчас не можем уже есть Как жаль, что нет Тебя со мной Но мы можем завтра похавить И послезавтра Мы похаваем там и больше нигде не будем хавить Только там Ну смотри, здесь же гораздо лучше, чем в Вьетнаме Это правда И свежо Реально как будто вообще мы не в Азни такое А в Вьетнаме какой-то истории А Рома переживал, что ему не понравится в Сингапуре Ну хорошо, если не в Сингапуре Вот где бы ты сейчас хотела Будь кроме дома Это ты меня прямо сейчас в тупик ввела Ну, наверное, в Катаре Зачем в Катаре? Ну, во-первых, там классно и красиво Во-вторых, там жарко И что? Там, когда ты умер, была Чемпионат мира по футболу Чемпионат мира по футболу А давно ты футболом увлекаешься? Ну, с недавних пор Ну, кого ты из футболистов знаешь? Криштиану, Роналду, Рональдиньо, Месси Аршавин, Киржаков Это правда И кто еще у нас есть? Кто там еще табуретками дрался? Смолов Смолов И? Кристину Арбакайте Ты бы хотел быть тренером? Конечно, с удовольствием А как бы назвала своя команда? Джинджи Бурджи? Нет, наверное, Душнилы Это не креативития О, боже, а у тебя? Не знаю, опасность? О, боже, ура! Ребята, напишите в комментариях Как вы думаете, были ли мы могли бы Лили мы с Ромой быть тренерами Футбольных команд? И кто бы выиграл Чья бы команда выиграла? По-любому моя Головка Господь нам сказал, ребята Никакой команды Никакого футбола Только не это Господи, вы слышали? Вы это слышали? Вы это видели? Охренеть Это была жесть Я просто обосралась Ну ладно, все, мы заселяемся, коллеги Ой, здесь приятно Смотри, как они с радостью Эти очереди заняли, блядь, чтобы побыстрее заселиться И посрать И посрать Один Джерман хороший Джерман, передай привет моей маме Она тебя любит Привет, мам Ну что, давайте осмотрим номер Together, right now, let's go Короче, здесь на входе вот такое вот зеркало С туалетом Ну, тут показывать нечего Так, сейчас я влюблю этот сумасшедший свет Секунду Такой мини-бар Посмотрите, какая прикольная ми... О-о-о Тут за джёжкой все свеют И конфетки Очень мило Посудина какая-то Блин, клёво Ну и в целом Да, у нас вот такая вот основная комнатка И жаль, что она без окна Вот Искусственное освещение Жалко-жалко, конечно Ну ничего, зато большая кровать. Думаю, что будет здесь довольно хорошо. Завалило ебало. Мы заходим в ванную комнату. Она небольшая, но здесь нас ждет вот такое вот потрясающее зеркало. Да, и вообще мне нравится в цветах каких это все. Здесь посмотрите, какая прелесть. Господи, эти цвета сносят мне крышу. Это потрясающе. Смотрите, какие кружечки. Офигенно. Все в таких каких-то деталях. Ну и вот, друзья, вид. Это душевая, да. То есть мы принимаем души и наблюдаем за горном. Бля, вообще это на самом деле очень так это эротично-сексуальненько. Я хочу посмотреть твой номер. У тебя то же самое, что и у меня их. А у тебя есть конфетки в джиномере? Да, и это мне не нравится. Это отвратительно. Мне так хочется. Это не так хорошо. Это не возможно. Ну и главное, что у нас там ничего нет, потому что у нас аскезы. Мы не пьющие, не гулящие. Так и воды нету, блядь. Нет бутылочки. Да ты дурак. Она была в ванной? Вот они, две бутылки. Это вода. Блядь. Скажи. Украду это в джиномер. Скажи. Ребят, я вам не показывала в своем джиномере, но здесь вот в таких вот штучках, вот таких вот чехлах вода. Это 10, 10, 10. Стой, стань. Да, это очень уютный, классный. It's so cute, cozy. Я люблю козий сыр. Пойдем. Ура. Короче, Джерома, у меня есть предложение, я уже обо всем договорилась. Кое? Я предлагаю. Блядь, у них предложение сейчас. Живот заболел. Опять сырать хочу, походу. Извините. Короче, я договорилась и я предлагаю реально, по-настоящему устроить нам с тобой свой чемпионат мира. И в Москве, да, чтобы у нас были команды, мы будем их тренировать. Устроить самый настоящий футбол, хайп и чемпионат вместе с Бэтбум. Ну, сделаем это в Москве. Как тебе идея? Мне кажется, это 10 из 10. Это 100 из 100. Блядь, а подожди, а у нас получится, ну, типа, собрать команду? Я не знаю. Мне кажется, клево будет попробовать. А если мы еще соберем команду из блогеров, тиктокеров, которые не умеют играть футбол, мне кажется, это будет хайп. Мы тренеры, я пошла в туалет. Я отравилась какими-то яйцами с сыром еще с утра во Вьетнаме. Блядь, Вьетнам это полное разочарование, отравление, блядь. Мы не любим, блядь, Рома пиздулась. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Итак, дорогие друзья, телезрители, уважаемые, мы в Москве, мы уже практически готовимся, да, к разрыву, к этому потрясающему матчу. Анастасия, не знаю, что вы там делаете, как у вас дела, но знайте, мы вас просто в сухую сделаем. Запоминайте, вам придется играть по этим самым правилам, это очень-очень важно. Это правда. Здравствуйте. Здравствуй, Ромал Диньо. Артем Венгер, экскюзма. Артем Венгер, расскажите мне, будьте любезны, что сейчас происходит с моей потрясающе сильной командой. Ваша потрясающая сильная команда, к сожалению, не знает абсолютно ничего о футболе. Я стараюсь их ввести в курс дела, познакомиться с этой великой игрой. Запомни, если ты хочешь выиграть, тебе не нужно знать ничего, кроме того, что ты хочешь сильно выиграть. Ты должен замотивировать каждого игрока. Мне нужно настроить команду таким образом, чтобы они вышли на поле рвать и метать. И забили гол в ворота соперника. Как мне распределить вратаря, нападающего, главнокомандующего, так сказать, и вообще, как мне распределять игроков? Кто главный лох в команде? Я. Ну нет, братишка. Ты самый главный лох в команде. Второй по значимости. Хорошо, Коля у нас нападающий. Да. Хочу Беллу поставить на ворота. Я же могу себе это позволить, потому что я почему-то уверен, что она нормально там справится. Дальше защитники. Хорошо. Здесь люди должны быть такие, знаешь, как бухгалтера. Вот у них есть задача. Вот тупейшая задача с бумажками. Сука, они ее выполнили. Тут все просто. Теперь центр поля. Да. Центр поля уже это тема, такие темщики тут уже должны быть, которые соображают в разных вещах. Они должны что-то придумывать, креативить. Ну, соответственно, центр поля должны, короче, просто постоянно наблюдать за тем, что происходит, и в момент импровизировать. Да, и смотри, у них задача непростая. Они должны, когда на них нападают, защищаться, и когда нападают они, атаковать. То есть они должны быть креативные, братан. Что такое пенальти, и в каком случае он происходит? В общем, смысл в том, что и штрафную, вот она вот такая, прямоугольная, в прямоугольнике. Да, да. Значит, если внутри этой штрафной происходит нарушение правил, не обязательно должно будет караться желтой карточкой, просто нарушение правил. Случайно мяч рукой тронул, и что? Ставится на 11 метров мяч, и один на один против вратаря игрок бьет. Один игрок? Да, один игрок. Кстати, подожди, а были такие случаи, когда участник команды дрался с судьей? Были такие случаи. Реально? Конечно, были. Они приветствуются. Это уже футбол в UFC превращается. Это уже не фут, это просто бомб. У тебя есть все шансы? Разрешаю. Если идет игра, ой, грязная игра, ну это типа, когда тебя специально начинают бьет, толкать, нахуй, глаза выкалывать, перцовкой заливать. Ну что-нибудь в таком роде. Может просто потом выйти чисто, ну раз на раз кем. За пределами поля? Да, отпиздить можешь легко. Друзья, вы даже не представляете, что вас ждет в следующем выпуске. Мы с Бэтбум приготовили для вас кое-что веселое и супер драйвовое. Мой блог выходит во время одного из главнейших событий в мире футбола. Чемпионата мира в Катаре? Тут у нас, конечно, погодка другая, но чтобы разнообразить ваши эмоции от просмотра футбольных матчей, по ссылке в закрепленном комментарии вы найдете информацию о бонусах по промо-коду Бэтбум. Не забывайте следить за активностями Бэтбум. Они много крутого подготовили. Помните, это строго 18+, только ответственная игра. Ну что, пришло время наконец-таки воочию познакомиться со своей командой и понять, сможем ли мы выиграть Ромку как игроманного из вас? Сможем, 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 сможем. Ну что, я вижу, вы футболисты, просто подкачанные голени, икры, все уже жаждет спорта. Просто будем разносить их стрим-глав. Артем. Здрасте. Ты будешь судьей. Алоха, футболисты. Что мы знаем о футболе? Мяч есть. Так. Ворота. Так. Команда. Так. А с мячом что сделать надо? Беналь. Свои не бьем. А что еще там есть? Защитники, нападающие и... Лицевая линия есть. Боковая линия есть. Это девчата. Лицевая линия. Все выглядим супер. Теперь главное вас грамотно поставить на эти позиции, чтобы вы были максимально эффективными, потому что футбол это игра, где побеждает желание и эффективность. Что мы знаем о защите? А я защитник, я умею защищать, поэтому мне кажется, мне это идеально подходит. Я прям могу не впустить на свою территорию. Давай, покажи, как ты можешь защищать свое поле. Это моя территория, уходите, сюда нельзя, сюда нельзя, уходите. Чисто для себя и для ребят. Вратарь. Да? Да. Вот тут вот два чувака стоят. Это кто, защитники или нападающие? Тут нападающие. Они потом будут. Друг напротив друга. Вместе, друг с другом, да. Вот тут. А вот тут или на своей стороне поля они находятся? Сначала начинается так, что одна команда здесь, другая здесь. Стартовый свисток. Тут смотри. Вратарь. Телевизоры дорогие, не ебашь по ним. Да, здесь. Защитники. Не царапай ручкой. Защитники. А здесь защитники? Да, они защищают. Вот ворота же есть. Да. Вот тут защитники. Полузащитники, вот оно. Полузащита. То есть не защита, а полу. Вот они здесь. И нападающие, вот. И ты самое важное. Вот здесь. В жопе. Нет. Стою, смотрю. Ты на пьедестале, братан. Ты самое главное действующее лицо. На пьедестале ты. Я азартный человек. Я могу такую истерику закатить. Реально. Ты волейбол не смотрел? Ну я тебе тогда красную карточку. А, то есть ты еще и мне можешь красную карточку? И тебя могут отправить. А вас свояси, блин. А я, получается, кем прихожусь-то? Тренер. Тренер? Братан, ты тренер, ты... Вообще, ты человек не просто тренер. Ты им как отец на футбольном поле. Подожди, то есть тренер тоже может получить красную карточку? Конечно, ты что... С какого нахуя? Ты можешь на команду орать. На свою. Но на чужую команду и на меня ты орать не можешь. И на чужого тренера тоже. Как с детьми, понял? А, то есть чужих детей пиздить нельзя? Нельзя, да. Где это в Библии написано? И что, ты удалишь его с поля? Конечно, я его вообще отправлю, блин, куда подальше. Что за правила такие? Кто у нас будет нападающим? Я. Как мы будем нападать? Вот эти два противбоя. Давай, продемонстрируй мне, Артеме, как мы будем нападать. Давай, давай, вот я защитник, я защитник. Да, ты нападающий, давай. Давай, иди на меня. Беги! Быкуй! Беги! Давай, давай, давай! Он не годится! Нормально, нормально, это было отлично! Все, кто сейчас не Никитос, не защитник, полузащитники. Я, по-моему, полузащитник. Вообще не полу, я всегда целостная личность. Но в данной ситуации я полу. Быкуем на Артема, но в полсилы, да? Мы полузащитники. Понеслась. Давайте, быкуем, быкуем, быкуем. Ой, 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 ой. Это получилось, это браво. Не, не, молодцы, они нормальные, опорные, жесткие. Давайте посмотрим, как капитан команды. Да. Ты. А, я. Ура. Просто так решил. Я в команде душа, сердце, главный аккумулятор команды. Я капитан. Мы сейчас должны будем симулировать атаку и защиту. Вы готовы? Я не готова. Вы готовы? Соберитесь, не позорьте меня, не подводите. Я не подводу. Чтобы Рома понял, что мы злой, опасный противник. А на кого нападаете? Вот. На Артема, больше некого. Потрясающе. Сюда нельзя, нельзя. Давайте, давайте, давайте. Давай, давай, давайте. Давайте. Никита, давай. Бей ворота, бей ворота. Блядь. Забивайте, давайте уже. Давайте, пацаны. Бой. Девки, защищаем, отбиваем. Если что-то не получается, действуем на мозги, это работает. Я знаю. А нам нельзя защищаться, мы нападающим. Э-э. Да, забивайте. Да, забивайте. Давайте, вперед. Давай, забирайте. Давай, 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 давай. Давай. Какое смешно бежит. Ура. Браво. Е-э. Сука. Браво. Настя очень крутой тренер. Прям заряжает, я бы сказала. Ну, она тоже, конечно, ни хрена не знает, как мы. Только ты фуру лови. Лицо угрозное сделай. Э-э. Ура. 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 Лови. Ура. 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 Просто хайп. Я думала, приеду, нужно будет тренировать, проводить вот эти беседы 10-часовые, показывать технику, рисовать, знаете, на этой карте мелом, маркером, кто куда бежит. Ребята, все большие профессионалы. За каких-то просто 50 минут мы забили два гола и не дали забить ни одного гола нам. Наша задача сейчас решить, кто, как и за кого будет играть на поле, потому что в наших интересах одержать победу. Я, как на сцене и говорил, предлагаю вначале встать на ворота. Если в какой-то момент ты поймешь, что пошло на все в жопу и я хочу на поле, просто скажи об этом, к тому, что мы как бы не начали давать. Ну, мы имеем, да, право меняться? Я боюсь с мяча. Спроси вообще, что я, блядь, боюсь. Надо ничего не бояться. Если ты не боишься с мяча, то ты видишь. Я не боюсь. Ты нападающий? Я нападающий. Это моя защита. Пусть будет легко. Отлично. Отлично. В наших интересах выиграть призовые. Все. И в наших интересах обыграть Настю Дювлееву с ее, ну, такой себе командой, да? Я не знаю, что у них за команды, я их ни разу не видел, но я уверен, что там просто такие пафосники, да, хайпажоры вот эти вот все. Короче, я предлагаю просто кайфовать, забить фиг на правила, потому что в любом случае никто ничего не сделает, жизненно на кайфуйте. Друзья из BadBoom подготовились к чемпионату мира по футболу в Катаре. Естественно, кто бы сомневался, и вас ждет куча всего интересного. Кстати, в закрепленном комментарии есть ссылочка на информацию о бонусах. Заглядывайте в раздел акций приложений и клубов. Но младшеньким строго запрещено 18+. Такие правила. Короче говоря, я не знаю, как Анастасия Ивлеева относится к своей команде, любит ли она ее, уважает ли она ее, прислушивается ли она к ней, но я свою команду люблю. И мы с BadBoom подготовили нереальный сюрприз. Короче, мы сделали каждому участнику нашей команды вот такую потрясающую форму. Да? Это же просто подарок судьбы, друзья. Они будут в ней спать, жить, ходить на работу, выходить замуж, рожать детей, открывать свой бизнес, открывать рестораны, проводить свадьбы, корпоративы, дни рождения. Ура! Всем хорошего дня! Настя, как ты там? Может, ты заболеешь перед матчем? Я надеюсь. Давайте, раз, два, три. Опас, Настя! Пока они занимаются херней, мы тренируемся. Мы тренируемся. Мы тренируемся. Сила мысли, физика. А есть мяч? Это я еще в полсила. Короче, Ромочка, я думаю, ты видел мастерство и профессионализм моей команды и понимаешь, что у вас ничего не получится. Эти ребята монстры. Они просто звери и разорвут вас в клочья. И от вас ничего не останется. Смотри, как тренируются. Наблюдай, наблюдай. Смотри. Ты что? Давай, давай, давай. А, голова?